Казахстан 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 Улучшаться Казахстан Улучшаться Улучшаться стал Датные места в танках Т-72Б3 и Т-96. Участники первого заезда в юдидальной гонке. Первым будет стартовать танк зеленого цвета. Это команда республики Уганда. В юдидальной гонке старт расселия с разницей во времени около минуты, полторы, но приблизительно в этом временном цикле будут даваться старты командам. Еще раз пожелаем удачи. Команда республики Уганда докладывает по радиосвязи на вышку судье танкового биатлона о готовности. Итак, ревет двигатель танка Т-72Б3, 840 лошадиных сил, друзья мои, наши российские танки. В танковом биатлоне 2018 года и... Все судьи докладывают о готовности экипажей. Главный судья танкового биатлона генерал-майор Роман Бенюков дает команду для старта танкового биатлона 2018 года. Ну что ж, вперед участники, вперед команды. Насладимся настоящими гладиаторскими боями танковых экипажей. Итак, команда республики Уганда стартует в первом заезде индивидуальной гонки. Ну что, сразу же каждую команду ждет первое препятствие, участок маневрирования. Ну, как сами танкисты называют ее «змейка», собственно, вы сейчас и видите, демонстрирует нам экипаж Уганды преодоление «змейки». Но в этом случае, конечно же, ни в коем разе нельзя зацепить ни один из столбиков, не выехать с трассы. В этом случае будет зафиксировано нарушение преодоления препятствий, опотнят красный флаг, и тогда команда отправляется на штрафную площадку. Но, конечно же, мы не желаем ни одной команде, ни одному экипажу нарушения порядка прохождения препятствий. Хотелось бы, чтобы все справлялись с каждым заданием на оценку. Отлично! Белый флаг! Прекрасно! Браво механик, водитель из публики Уганда. Это младший капрал Эмонг Юсуф. Молодой, но уже достаточно опытный военнослужащий армии Уганды. 28 лет, 4 года вооруженных силах. Ну, увлекается волейболом, друзья мои, но это не мешает ему быть таким умелым и замечательным механиком, водителем танка нашего российского танка Т-72В3. Итак, ну что ж, команда прибывает после преодоления первого препятствия на участок загрузки боеприпасов для дальнейшего выполнения первой огневой задачи боевая стрельба по мишеням номер 12. Ну, а одна из самых, наверное, зрелищных и интересных стрельба ведется из танковой пушки по мишеням на дальности 1600, 1700 и 1800 метров. На участке загрузки боеприпасов останавливается танк. Здесь экипаж должен выйти из танка, построиться за танком. После этого, как только будет тяжело построение, начинается загрузка боеприпасов. Сейчас как раз таки там и демонстрируют представители Уганды. Вот вы по друзьям и на экранах построение есть. И начинается загрузка боеприпасов. Умелое руководство командиром танка. Вы видите, постановка задач экипажа. Механик-водитель начинает подавать снаряды. Кстати, друзья мои, а снаряды-то не совсем уж и немало весят. 16 килограмм каждый снаряд подает командир одного ЧП-оператора. Но в это же время, друзья мои, команда Республики Казахстан стартует в первом заезде индивидуальной гонки танкового биатлона 2018 года и отправляется на первое препятствие. Участок маневрирования «Змейка». Друзья, мы понимаем, что команда Республики Казахстан в 2017 году заняла второе место в танковом биатлоне, обойдя команду Китайской Народной Республики. И вот так сложилась судьба, что в этом году в первом заезде сразу же первые экипажи и принимают участие как Казахстана, так и Китайской Народной Республики. Ну что ж, как мы видим, нет никаких проблем с преодолением первого препятствия «Змейка» на пятерку. Белый флаг поднимает полевой арбитр и не будет штрафной площадки. Ну что ж, в бесячь отправляется казахская команда. А вот представители Республики Уганды пока продолжают загружать три штатных боеприпаса. Но, конечно же, я думаю, что нужно с этим справляться немного побыстрее. Давайте посмотрим, как загружают боеприпасы представителей Республики Казахстан. Есть в построении командир танка Республики Казахстан, старший лейтенант Лупаев Фируз, 25 лет. Воспитывает двоих детей, ждет его, не дождется, любимая осеровательная супруга, которая, я больше чем уверен, сейчас смотрит прямой эфир танкового биатлона. Ну и, конечно же, переживает своего любимого супруга, как и переживает его очаровательные дети. Ждут дома в Казахстане только с победой, чего мы пожелаем каждой команде и каждому экипажу. Итак, пока продолжается загрузка боеприпасов. Вы видите, какая слаженная работа всей команды, всего экипажа. А вот и на экранах зеленый танк. Зеленый танк прибывает на участок ведения огня. Друзья мои, и сейчас состоится первый выстрел конкурса «Танковый биатлон-2018» в исполнении команды Республики Уганда. Итак, первая мишень, дальность 1600 метров, мишени стеклянные. Блестяще и прекрасно нам будет видно, если будет попадание. Ну что ж, забирание в сердце. Давайте посмотрим, будет попадание. Докладывайте экипаж о готовности ведения огня. Мишень стоит, но ничего не мешает для того, чтобы ее поразить. Как говорят наши танкисты, танк Т-72Б3 – это уникальная боевая машина, с которой проще попасть, чем не попасть. Ну что ж, посмотрим. Итак, внимание. Первая мишень стоит зеленого цвета. В это время уже и для команды Казахстана стоит мишень. Внимание, друзья мои, две мишени. Казалось бы, пора бы уже и поразить ее, но нет. Какие-то трудности испытывает команда Республики Уганда. Нет пока боевой стрельбы. В это же время команда Китайской Республики отправилась на трассу. Индивидуальный громкий танковый биатлон. Казахстана есть выстрел синий! Браво, аплесменты! Это команда Республики Казахстан, друзья мои. Первая мишень поражена. Блестящий. Браво, браво. Еще раз браво, танкисты Казахстана. Поздравляем всех болельщиков, всю страну, всю Республику Казахстан. Ну что ж, дабы не сглазить, давайте посмотрим на результативность стрельбы команды Республики Уганда. Только лишь я сказал о том, что первый выстрел будет за Республикой Уганда. Как нет, опередили представители Казахстана. И второй выстрел! Есть попадание! Блестяще! Браво! Браво, 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 новойчик-оператор, командир танка и механик-посводитель. Все втроем. Блестяще справляются со своей работой, что демонстрирует нам здесь, прямо сейчас, на полигоне танкового биатлона. Друзья мои, не было попадания, по крайней мере, на экранах не было видно. Мишень не разбита. Это была мишень зеленого цвета для команды Республики Уганда. Промах! Команда Китайской Народной Республики уже загружает боеприпасы. Три штатных боеприпаса в 16 килограмм. И словно пушинки, словно пушинки поднимают их и загружают в боевую машину. В танк Т, тип 96, еще один выстрел. Итак, ну что ж, смотрим на экраны. Прекрасно видно мишени. Нет попадания, друзья мои. Это была команда Республики Казахстан. Но, тем не менее, мы аплодируем. Аплодируем танкистам. Две мишени из трех справились с волнением и поразили две мишени. Третья мишень не поражена. Это значит, что 500 метров штрафного круга будут назначены команде Казахстан. Итак, ну что ж, также команда Республики Уганда завершила свою работу по мишеням номер 12. Как вы видели, все мишени остались целыми и невредимыми. Благодарит от всей души, я думаю, сейчас мишенная команда. Команда Республики Уганда. Ну что ж, отправится Республика Уганда на три штрафные круга. Внимание! Команда Китайской Народной Республики. Три мишени. Первый выстрел. Есть в Абадонии. Ох, как не просто будет соперником. Ну что ж, мы видим радостные лица болельщиков Китайской Народной Республики. Да, поддержка очень важна и очень нужна каждой команде. Безусловно, у кого-то болельщиков больше, у кого-то меньше. Поэтому, друзья мои, давайте все-таки поддерживать каждый экипаж, каждую команду в танковом биатлоне. Особенно в индивидуальной гонке. Особенно сегодня. Первый день. Второй выстрел. Вторая мишень. Красный свет. Есть попадание. Прямо в центр мишени. Пронизывает насквозь 12-ю мишень. Дальность до нее была 1700 метров. Друзья мои. Прекрасно, прекрасно справляется команда Китая. Вторая мишень в дребезге. Командир танка, сержант Ян Юфэй. 25 лет, друзья мои. Три года в вооруженных силах Китайской Народной Республики. И так здорово и умело управляет своим экипажем. И так, третья мишень красного цвета поднята. Выстрел. Есть попадание. Браво, друзья мои. Ликуют трибуны, ликуют китайские болельщики. Ликует сейчас вся Китайская Народная Республика. Потому что трансляцию танкового биатлона можно смотреть, конечно же, и на просторах интернета. Что, собственно говоря, я думаю, делает сейчас и весь мир. Продолжает набирать популярность танковый биатлон на нашей планете. Дорогие друзья, ну что ж, в это же время стартовала четвертая команда государства Кувейт. Уже сейчас преодолевает первое препятствие, участок маневрирования. Команда Республики Уганда на данный момент преодолевает штрафные круги. Их три нужно преодолеть, полтора километра лишних, полтора километра. Длина всего круга 4 километра 100 метров. Белый флаг был понят для государства Кувейт. Это значит, что механик-водитель не нарушил порядок преодоления препятствий. В повторе давайте посмотрим работу китайского экипажа. Итак, вот она первая мишень. Разбивается в древеске. Здорово, конечно, придумано, что мишени стеклянные. Прекрасно видно, как они разлетаются. На куски ни в коем случае нет сомнения, было попадание или нет. Команда Китая попадает по всем трем мишеням и отправляется по маршруту танкового биатлона. Итак, переходим к первому препятствию. Вы видите цифру 2, друзья мои. В этом году организаторы танкового биатлона, это главное командование сухопутных войск, управление боевой подготовки сухопутных войск, разместили на каждом препятствии большую, огромную цифру с номером препятствия. Брод у нас под номером 2. Ну и дальше по трассе танкового биатлона каждое препятствие со своей цифрой. К этому вернемся мы немного позже. Сейчас танк Китайской народной республики подходит к следующему препятствию. Это Курган. Друзья мои, вы видите, сколько ограничительных столбов. И, безусловно, возможность есть такая, нарушить порядок преодоления, сойти немного левее, правее, зацепить столб, за что получишь штрафную площадку. Но не допуская сейчас команда Китайской народной республики нарушений преодоления Кургана и продолжает свое движение по трассе индивидуальной гонки. На экране сейчас желтый танк представителей государства КУВИ. Первый экипаж. Магельстанка, Санкт-Петербург, Ремезия. Достаточно опытный взрослый, в прошлом 34 года. В то время на экране мы видим с вами синий танк, на республике Казахстан. Итак, внимательно, друзья, перед трибунами. Синий танк, команда республики Казахстан. Давайте поаплодируем, поприветствуем танкистов. Первый экипаж завершает преодоление первого круга. Итак, сейчас команда выходит на Галейный мост. Грозное препятствие, друзья мои. Безумно грозное препятствие, потому что, посмотрите, посмотрите, прыжком преодолевает сейчас. Галейный мост, экипаж команды Казахстан. И не было нарушения. Нарушения могут быть следующего характера. Если немножко ошибиться и пройти его левее и правее, то попросту танк слетит с препятствием. Чего, конечно же, не хотелось бы, чтобы было бы в любой команде. Давайте посмотрим, как преодолеют сейчас механик-водитель команды Китайской Народной Республики. Прекрасно! Прекрасно, друзья мои. Не было нарушений. Посмотрим, не было ли нарушений. Итак, в это же время желтая мишень номер 12 для государства Кувейц сейчас на экранах, как и танк желтого цвета. А вот две команды, команда Казахстана и Китайской Народной Республики, уже подходят к выполнению следующей огневой задачи. Боевая стрельба по мишеням номер 25. К этому вернемся немного позже. Внимание на экраны. Друзья мои, танк желтого цвета. Мишень желтого цвета. Прекрасная погода. И все благоухает и позволяет поразить мишень. Вы знаете, в течение всей недели прогнозы погоды говорили о том, что сегодня будет дождь, гроза. Но, по всей видимости, небесная канцелярия тоже смотрит танковый биатлон и сделала нам такую прекрасную и замечательную погоду. За что мы, собственно, и благодарим всех, кто в этом участвовал. Вот так не удается, к сожалению, пока ничего сделать. Командир государства кувеет. Мишень на экране, танк на экране. Ну, а вот боевой стрельбы нет, совсем нет. В это же время мы видим, как проходит. Сейчас замечательно и прекрасно, без нарушений, эскарп. Механик-водитель команды Республики Казахстан. Эскарп, ну, знаете, самих танкистов является самым грозным, наверное, препятствием. Это бетонные препятствия высотой 80 сантиметров. Оно преодолевается без остановки двигателей, скатывания назад. Что нам продемонстрировал механик-водитель Казахстана, старший сержант Алпемасов Адле, 27 лет, военнослужащим, 4 года в вооруженных силах, увлекается футболом. Ну и самое главное увлечение жизни – это, конечно же, танковый биатлон. Команда Китайской Республики на Касагоре. Касагоров 2, друзья, справляется с преодолением этого препятствия и выходит на участок боевой стрельбы из пулемета по мишеням номер 25. Дальность на мишени 900 метров. Друзья мои, ну в этом случае 25-я мишень не стеклянная, но для удобства нам с вами будет прекрасно видно, при попадании по мишени срабатывает фаер, и отлично просматриваемое задымление будет нам с вами видно. Итак, ну что ж, готовится сейчас к боевой стрельбе команда Казахстана. Геймажи должны загрузить боеприпасы для зенитного пулемета и занять позицию на ружье открытия огня. Ну что ж, Кувейт вел боевую стрельбу в это же время. Ну что ж, смотрим на команду Республики Казахстан. По всей видимости, боеприпасы уже загружены 15 патронов, из них 6 с трассирующими пулями. После доклада экипажа за готовность к стрельбе по команде СУДИ поднимается мишень номер 25, имитирует она вертолет, и командир танка ведет наблюдение и все же должен поразить мишень. Ну что ж, команда Китайской Народной Республики также уже готова вести боевую стрельбу по 25-й мишени. Еще раз напомню о том, что дальность до мишени 20... Прошу прощения, дальность до мишени 900 метров, а вот мишень называется вертолет и номер ее 25. Ну что ж, красный танк команды Китайской Народной Республики, к сожалению, для болельщиков Китая не справляется с вертолетом. Исправляет с вертолетом и отправится на штрафной круг, друзья мои. Вот сейчас на экранах как раз-таки танк Китайской Народной Республики. У нас нужна поддержка. Нужна поддержка, в первую очередь, конечно же, командам. Получилось, не получилось, это уже второй вопрос. Все стараются, все выкладываются на полную катушку. Причем не только экипаж военнослужащих, но и, конечно же, сами танки. Итак, в это время, друзья мои, велась боевая стрельба команды государства Кувейт. Первая мишень не была поражена, а вот две остальные мишени поразили танкисты государства Кувейт и получают один штрафной круг. Команда Республики Уганда на наших экранах завершила преодоление штрафных кругов, прошла первые препятствия и сейчас переходит преодоление уже второго круга с боевой стрельбой по 25-й мишени. Посмотрите, небольшая скорость, да, быть может и правильно. Аккуратно, осторожно, в первую очередь, не нарушить преодоление препятствия. В повторе давайте посмотрим боевую стрельбу государства Кувейт. И вот как раз-таки вторая мишень, пораженная. Итак, друзья мои, команда Уганды. К сожалению, нарушила порядок преодоления препятствия. И получит один пидстоп, получит одну штрафную площадку, точнее заезд на штрафную площадку, где предстоит выполнять норматив номер один. Колейный мост не удалось преодолеть механику водителю Уганды, несмотря на то, что и скорость вроде бы снизил, но что-то пошло не так. Итак, посмотрите, какая скорость сейчас у танка синего цвета. Это Республика Казахстан набирает максимальную скорость, более 70 км в час, мчится. Синий танк, следом за ним и Красная Китайская Народная Республика. Синий танк, следом за ним и Красная Китайская Народная Республика. Все выкладываются на полную катушку и танки присутствуют в В3, в том числе. Как я и говорил неоднократно, как говорят сами, на съезде экипаж танка, это четыре военнослужащих командир, новостеператор, механик и сам танк. Итак, зеленый танк заехал на площадку штрафного времени, будет выполнять контрольный осмотр машины и потратит на это около 40 секунд. Три танка сейчас, желтые, синие и красный танк, это Казахстан, Китай и государство Кувейт. След, след друг за другом идут, друзья мои, преодолевают Курган. Присящий, никто не нарушает порядок преодоления этого препятствия. Итак, ну что ж, врывается вперед Казахстан. Давайте поддерживаем аппетитментами всех троих участников, всех трех экипажей. Казахстан впереди пока, вот и время у Китая с момента старта 13 минут 35 секунд, у Казахстана 16 минут 14 секунд, Уганда 18.45 и Кувейт 10 минут 20 секунд. Но не забываем о том, что Кувейт стартовал позже всех. Итак, команда республики Казахстан отправляется на третий круг. Остается лишь только преодолеть еще одно препятствие второго круга, и это противотанковый ров. Белый флаг поднимает судья на участке, прекрасно справляющий механик-водитель. В смысле, хвала его опыту, его мастерству. Итак, в это же время команда китайской народной республики, белый флаг, не было нарушений, и желтый танк, Кувейт. Ну что ж, у Кувейта тоже нет нарушений. И мимо атрибута проносятся команда республики Казахстан. Браво! Браво, браво! Он прекрасно пока справляется со всеми элементами трассы танкового биатлона. Преодолевает колейный мост! Какой прыжок! И команда китайской народной республики, и механик-водитель. Итак, набирает обороты танк 796. И прыжок! Посмотрите, все гусеницы отрываются от земли. Я думаю, танки трусит очень здорово в этот момент. Ну что ж, тоже одно из непростых препятствий сейчас преодолел экипаж команды Казахстан. Это гребенка, длина его около 40 метров. А вот и команда государства Кувейт, прошу прощения, также подходит к колейному мосту. Друзья мои, колейный мост, как вы видели, довольно-таки непростое препятствие для танкистов. В повторе сейчас танк красного цвета. Ни в коем случае никто не жалеет. Друзья мои, сегодня здесь, на первом заезде танкового биатлона, министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Кужегетович Шойгу. Именно по его инициативе в 2013 году и проводились первые, фактически в истории человечества, конкурс «Танковый биатлон», ставший впоследствии и родоначальником армейских международных игр. Итак, друзья мои, что ж, на экран давайте посмотрим. Здесь команда Китайской Народной Республики заходит для преодоления двух «Косогоров» и «Скарпа» и останется лишь только выполнить третью огневую задачу. Выполнить третью боевую стрельбу – это будет мишень номер 9, как для команды Казахстана, так и для команды Китая, потому что фактически одновременно, след в след идут участники. Но, прошу заметить, команда Казахстана стартовала впервые, а Китай уже догоняет. Ну что ж, посмотрим в дальнейшем, какое будет время. Вот именно тот самый «Скарп», непростое и грозное препятствие. Команда Республики Казахстан, следом за Китаем, сейчас выходит на боевую стрельбу. Ну, прошу прощения, команда Китая, следом за Казахстаном, выходит на боевую стрельбу по мишени номер 9, преодолевает второй «Косогор», это 11-е препятствие. Всего 11 препятствий, получается, на трассе танкового биатлона индивидуальной гонки. Итак, останавливается танк красного цвета. Ну, фактически останавливается, подходит к участку заряжания пулемета. А вот команда Республики Казахстан уже на месте заряжания. На третьем круге танковые экипажи загружают боеприпасы для спаренного пулемета и занимают позицию на рубеже открытия огня для стрельбы спаренного пулемета. Экипажу выделяется 15 патронов, из них 5 с трассирующими пулями. После доклада экипажа о готовности к стрельбе, по команде СУЗИ поднимается мишень номер 9, ручной противотанковый гранатомет. Наводчик ведет наблюдение, обнаружив цель, поражает ее из спаренного пулемета. Дальность на мишени 800 метров. Итак, внимание, друзья мои, будет ли поражена мишень командой Китая и командой Казахстана? Вы посмотрите, как интересно! Это как раз-таки те самые экипажи, которые в прошлом году соревновались в финальной эстафете, и заняли второе и третье место, уступив команде Российской Федерации. И вновь сейчас соперничество, вновь сейчас невероятная борьба. Республика Казахстан, команда Китайской Народной Республики, мишени в поле подняты. Итак, внимание, на экранах сейчас мишень синего цвета. Итак, красная, нам уже красная мишень. Вот, есть попадание, друзья мои, мишень в дребезге. И есть попадание, не будет штрафного круга для команды Китайской Народной Республики. И все, можно отправляться на финиш первому экипажу команды Китая. Опускается мишень номер 9. Браво Казахстан! Есть попадание! Блестяще! Аплодисменты, аплодисменты, еще раз аплодисменты. Ликует сейчас главный тренер Казахстана. Ликует сейчас глава делегации Республики Казахстан. И я думаю, ликует вся страна, вся Республика Казахстан. Но как на чемпионате мира по футболу, не меньше это уж точно, друзья мои. Итак, ну что ж, финишная прямая для команд Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Скоростной участок. Кто быстрее? Кто быстрее, друзья мои? Впереди несется танк ТИП-96 команды Китайской Народной Республики. Команда Китая участвует на своей технике из года в год. Но это право каждой команды, если танк по тактико-техническим характеристикам соответствует нашему танку Т-72Б3. А следом на нашем родном и драгоценном Т-72Б3, уникальном танке, получившем звание самого военного болида России, благодаря танковому биатлону, мчится вперед к финишу танкового биатлона. Итак, Жош, прямолинейная трасса, прямолинейный участок. Вперед, вперед, вперед и только вперед. Итак, Жош, на экранах сейчас синий танк, танк Республики Казахстан. Всю же поддерживаем мы наших братьев, наших ближайших друзей, партнеров в танковом биатлоне. Итак, сейчас на боевой стрельбе из зенитного пулемета по мишине номер 25 команды государства Кувейш. Желтый танк. Итак, заряжает сейчас командир танка зенитный пулемет. И боевая стрельба будет вестись по мишине номер 25. Дальность для нее 900 метров. Дорогие друзья, еще раз напомню о том, что каждой команде выделяется 15 патронов. Из них 6 с трассирующими пулями. Но при попадании по мишине нам будет виден задымление фаера. Итак, ждешь, внимание, мишень на экранах. Мишень номер 25 имитирует она вертолет. Как раз таки благодаря инфографике в правой части экранов мы с вами можем наблюдать мишени. Если мишень не поражена, то она так и остается гореть ярким желтым светом. Проблема, если поражена, то мишень погаснет. Итак, ну что ж, есть какие-то проблемы небольшие у команды государства Кувейш. Прошу прощения. Пока нет ясности, но какие-то проблемы есть. С этим обязательно разберемся. Немного позже давайте посмотрим на фактически последние мгновения первого экипажа команды Республики Казахстан. Друзья мои, в каждом танке установлены GPS-трекеры, которые сейчас надемонстрируют на экранах. Итак, команда Республики Китайской Народной Республики. Последнее препятствие сейчас преодолевает противотанковый ров. Ну что ж, будет ли белый флаг? Нет нарушений и финишная прямая. Пора огромного аплодисмента встречать первый экипаж команды Китайской Народной Республики. Командир танка, сержант Ян Юй Фэй, наводчик-оператор, старший сержант Кум Эн Фэй, механик-водитель. Младший сержант Цэм Жун. В это же время команда Казахстан след-след немножечко, совсем немножечко уступает команде Китайской Народной Республики и тоже выходит на финишную прямую. Три, два, один. Команда Республики Казахстан финиширует. Это первый экипаж, браво и аплодисменты. Я уверен, что парни сделали все, что смогли, все же справились с волнением и финишировали в танковом биатлоне в первой заезде. Китай, время 21 минута 41 секунда. Казахстан 24 минуты 41 секунда. Итак, в это же время команда государства Кувейт должна продолжить боевую стрельбу, а точнее сказать, начать боевую стрельбу по мишене номер 25 вертолет. Пока мы не видели стрельбы пулемета НСВ калибром 12,7 миллиметров. Это утес. Пулемет предназначен для борьбы с ликобронированными наземными целями, бронетранспортерами, огневыми точками и целями, находящимися за мелкими укрытиями на дальности до 1000 метров. Также для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 1500 метров и по низколетящим воздушным целям на высоте до 1500 метров. Но, собственно говоря, вот именно 25-я мишень имитирует вертолет, низколетящую воздушную цель, которую все же нужно поразить. Но, как мы видим на экранах, есть проблемы небольшие у командира танка Государства Кувейт, сержант Сауд Алинезия, 34 года, уже 15 лет вооруженных силах Государства Кувейт. Судья команды Государства Кувейт сейчас ведет радиообмен со своим экипажем. Да, есть трудности, мы, может, не справились с волнением, но все же, друзья мои, нужно поаплодировать, поддержать аплодисментами экипажа. Но пока нет стрельбы и пока не было поражения в мишене, к сожалению. Итак, белый флаг поднят, это значит, что можно вести боевую стрельбу. То есть со стороны мишенной команды никаких, нет проблем и претензий нет к мишенной команды. Мишень стоит, ее прекрасно видно, по-моему, замечательная, но стрельбы нет. Вы слышите, как ликуют трибуны, друзья мои, встречая первые экипажи команды Китайской Народной Республики и команды Республики Казахстан. Да, друзья, команда государства Кувейт, по всей видимости, не справляется с выполнением боевой стрельбы по мишене номер 25. Друзья мои, это будет штрафной круг. Да, штрафной круг назначает главный судья соревнований в команде государства Кувейт. Но я напомню, что еще один штрафной круг они так и не прошли за поражение, за отсутствие поражения 12-й мишени при выполнении первой огневой задачи. И поэтому команде государства Кувейт предстоит еще преодолеть два штрафных круга. А это целый километр плюс уже имеющимся четырем километрам сто метров каждого круга трассы танкового биатлона индивидуальной гонки. Итак, друзья мои, есть поражение 25-е мишени Республики Уганда. Браво! Вы видите, как замечательно сейчас сверкает Ведемиса Фаер. Вот именно таким образом мы с вами видим попадание. И аплодируем представителям Республики Уганда. Командир танка вел боевой стрельбок, капитан Баму Химбиса Ричард. Друзья мои, 46 лет командиру танка. Уже 21 год в вооруженных силах Уганды. Женат воспитывает трех детей, которые ждут его у себя на родине. И, может, сейчас смотрит прямую трансляцию танкового биатлона, болея за своего отца, болея за своего мужа. И, конечно же, ждут его у себя на родине. Да и, в принципе, я думаю, болеет вся Уганда и все болельщики Уганды, которые здесь сегодня на танковом биатлоне на полигоне Алабина. Итак, завершая боевую стрельбу по 25-й мишени, представители Республики Уганда отправляются по дальнейшему маршруту индивидуальной гонки. Осталось еще полтора круга. Полтора круга команды Республики Уганда, ну и государству Хувей. Также полтора круга, за исключением того, что предстоит еще и преодолеть два штрафных круга. Еще два круга 800 метров плюс километр. Ну что ж, отправляется на прямолинейный участок трассы индивидуальной гонки. Механик-водитель, сейчас все зависит от него, какую скорость сумеет набрать, держать танк ровно, максимальных оборотов и привести его к преодолению следующих препятствий. Впереди еще второе препятствие, это противотанковый рот, конечно же, гон. Друзья мои, две команды. Две команды на трассе танкового биатлона первого заезда индивидуальной гонки. Это команда Республики Уганды и команда государства Хувей. Но фактически следствием уже продолжает свое движение по трассе. На данный момент скорость, друзья мои, выведем на экранах. 46 километров в час демонстрируют нам представители Уганды. Это текущая скорость до 50, уже разгоняет танк. Средняя скорость около 43 километров. Друзья мои, команда государства Хувей сейчас сделает два штрафных круга. Первый штрафной круг за то, что не зашли сразу же после непоражения 12-й мишени. На штрафной круг назначены главным судьей соревнований. А второй за непоражение 25-й мишени. Итак, первый штрафной круг команда государства Хувей передалила. И выходит на определение второго. А вот команда Республики Уганды, завершив преодоление прямолинейного участка, скоростного участка, можно и так его назвать, подходит к броду. Нужно все же освежить немножечко танк. Да, друзья мои, хотел бы поговорить об этом непростом препятствии. Брод глубиной более метра, друзья мои, да, более метра воды. В броде ширина его 40 метров, а длина 24 метра. Преодолеть его нужно без переключения передач, при постоянной частоте вращения вала двигателя, без остановок, резких поворотов, выскатываний назад, при выходе на противоположный берег. Итак, ну что ж, преодолели брод, не было нарушений у команды Республики Уганда. Подходит, прошу прощения, подходит преодоление брода ко второму препятствию. И вот внимание на экраны. Посмотрите, как останавливается фактически. Я напоминаю, что останавливаться нельзя, но все же не было допущено остановки полной танка. Снижает скорость до минимальной и выходит на противоположный берег. Да, справляется с этим препятствием, не было нарушений. И продолжает свое движение по трассе индивидуальной гонки. Итак, набирает обороты танка 72Б3. Я думаю, нужно немножечко побыстрее, побыстрее, побыстрее команде Республики Уганды. Осталось совсем немного. Фактически один круг, одна боевая стрельба. По мишине номер 9, ручной противотанковый гранатомет, что ждет и команду Республики Уганда, и команду Государства Кувейт. Итак, команда Государства Кувейт завершила прохождение двух штрафных кругов. На скоростном участке сейчас желтый танк, механик-водитель, старший сержант Саат Саех Ашамри, 33 года, механику-водителю команды Государства Кувейт. Ну что ж, вернемся к ним немного позже. Сейчас Уганда, младший капрал Эмонг-Юсеф преодолевает холм. Вы посмотрите, как медленно и осторожно взбирается на третье препятствие индивидуальной гонки. Но, тем не менее, взбирается таки на холм и поднят белый флаг. Не было нарушения, но, что ж, не будет штрафной площадки. Ну, с чем мы поздравляем мы болельщиков Республики Уганды. Итак, высота Кургана 6,7 метров, длина его 60 метров. И движение по Кургану должно быть без остановки двигателей и скатывания назад. В противном случае будет назначена штрафная площадка, где предстоит команде потратить драгоценные секунды. Их около 40-50 секунд тратится. Итак, ну что ж, перед бродом на повороте сейчас танк желтого цвета. Команда Республики, команда государства Кувейт будет преодолевать брод. И так посмотрим, ну что ж, со стой же осторожностью или нет? Нет, нет, прыгают фактически в воду, как спортсмены в Олимпиаде по прыжкам в воду. И здорово выиграется на противоположный берег. Уже с ней было наружение, посмотрите, какой красавец наш Т-72Б3 желтого цвета, предоставленный российской стороной государству Кувейт для выступления в танковом пиатлоне. Ну что ж, на экранах зеленый танк, это команда Республики Уганда. Очень осторожно сейчас, по всей видимости, выбрана тактика тренером команды Уганда. И поставлена задача механику водителя не торопиться, а все же пройти максимально осторожно и на нарушив порядка преодоления препятствий. Первый факт в уходе, это значит, что не было задето ни одного столба, ни одной движки. И нарушений порядка преодоления данного препятствия также не было. Желтый танк преодолел пол и выходит в населедной прямой участок перед преодолением препятствия противотанковый ров. Ну что ж, посмотрим, как с ним справится сейчас команда Республики Уганда. А вот прямо перед Курганом Славы добирает обороты механик-водитель Уганды. Младший капрал М.Онк Юсеф, 28 лет, уже 4 года в вооруженных силах Республики Уганда. Женат, воспитывают очаровательную дочь. Занимается волейболом, причем серьезно участвует в соревнованиях масштаба всей страны. Ну и теперь уже участвует в соревнованиях масштаба всего мира в танковом биатлоне. Прекрасно справляются с преодолением следующего препятствия. Поднимает белый флаг. Это значит, что не было схода с колейного моста. А нет, друзья мои, вот сейчас докладывают в радиофилис, что колейный мост не преодолел механик-водитель Республики Уганды. И будет назначена штрафная площадка. Давайте поприветствуем государство Кувейт. Механик-водитель сержант Саат Саев Ашамри, 33 года, уже 8 лет в вооруженных силах Кувейта, уверенно ведет к финишу свой танк. Да, быть может, это не лучшее время танкового биатлона, но тем не менее, все получается, все выкладываются на полную катушку. На данный момент время 36 минут 56 секунд. Отставание от лидера более чем 22 минуты. В этом заезде лидером оказался экипаж Китайской Народной Республики. Первый экипаж. На второй позиции пока представители Республики Казахстан. Ну что ж, это лишь только первый заезд, друзья мои. Впереди, конечно же, еще очень и очень много заездов. Каждая команда, прибывшая на танковый биатлон, а их 22, представляет три экипажа. И каждый экипаж будет выступать в индивидуальной гонке танкового биатлона. А вот уже по результатам индивидуальной гонки будут отобраны лучшие 12 экипажей, которые и пройдут во второй этап. По результатам эстафеты четыре сильнейших экипажа танкового биатлона сойдутся в финале 11 августа в день закрытия армейских международных игр. Ну что ж, это будет немного позже, пока у нас индивидуальная гонка. Есть только первый заезд. И танк зеленого цвета, это команда Республики Уганда, прибыла на участок выполнения третьей огневой задачи. Боевая стрельба по мишене номер 9, ручной противотанковый гранатомет. Ну что ж, придет загрузка боеприпасов на данный момент. Еще раз напомню, 15 патронов выделяется каждой команде, из них 5 с трассирующими пулями. Стрельба будет вестись из спаренного пулемета. По мишени номер 9, мишень стеклянная. Для каждого танка, каждого цвета мишень соответствует тому же цвету, что и танк. Так что ждем появления мишени номер 9 зеленого цвета. Дальность для мишени 700 метров. Стрельбу идет наводчик-оператор. Итак, в это же время танк желтого цвета преодолел проход минно-взрывного заграждения и подходит к первому Косагору. Косагоров 2, друзья мои, девятый в препятствиях Косагора номер 1. А следом за ним Эскарп. Давайте посмотрим, как механик-водитель справится с Эскарпом. Нет претензий к преодолению первого Косагора. Итак, внимание, Эскарп. Грознейшее препятствие для всех механиков-водителей. Ну что ж, нужно замедлить танк, снизить скорость фактически до 5 км в час, что демонстрирует нам сейчас механик-водитель прекрасно. Прекрасно справляется с этим препятствием. Итак, второй сейчас Косагор. И следующий участок ведения боевой стрельбы по мишине номер 9. Ну что ж, пожелаем удачи на вончику-оператору. В это же время зеленый танк находится на штрафной площадке, друзья мои. Он на штрафной площадке и выполняет норматив номер 1 за нарушение порядка преодоления колейного моста. Итак, прошел все препятствия круга, последнего круга индивидуальной гонки. Танк желтого цвета. Представители государства Кувейт. И прибыли на третий участок боевой стрельбы. Волнение третьей огневой задачи по мишеням номер 9. Ручной противотанковый гранатомет. Мишень на дальности 800 метров. Мишень стеклянного цвета. 15 боеприпасов выделяется каждой команде. Давайте посмотрим, что же продемонстрирует нам сейчас команда Кувейта. Итак, построение. Традиционное построение перед началом выполнения задачи. Есть. Обозначили построение. Начинает загрузку боеприпасов. Пулемет. Подает сейчас 15 боеприпасов механик-водитель командиру. Командир отправляет боеприпасы в танк. Но наводчик-оператор заряжает пулемет. Итак, еще раз пожелаем удачи. Посмотрим на мишень, которая вот-вот уже появится. Как только команда докладывает о готовности введения боевой стрельбы. Мишень будет поднята. Итак, зеленый танк в это время отправился с штрафной площадки. Осталось преодолеть два Косогора и, конечно же, Эскар. Итак, на экранах сейчас мы видим мишени, которые уже были подняты. Мишень, которая будет поднята для команды государства Кувейт. Мишень желтого цвета. Итак, внимание на экран. Докладывает сейчас экипаж Сузье о том, что готовы вести боевую стрельбу. Итак, боевая стрельба идет сейчас из пулемета. Ура! 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 Продолжение следует...